Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Он сам непосредственно, опытно уже убеждается, что вот где Дух Божий. Поэтому чтение святоотеческой литературы – это одно из самых необходимых, я бы сказал, деланий вообще каждому христианину. Ну и действительно, и в монашестве тем более, конечно же, потому что еще и мы должны считаться с тем явлением, что найти очень трудно, очень трудно найти человека, который бы действительно сейчас сам обладал дарами Духа Божьего. Трудно найти. Уже давно, кстати, об этом пишут святые отцы. Еще преподобный Семен Новый Богослов, это 11 век, пишет, как трудно найти наставника непрелестного даже. Представляете? Непрелестного. Ну, в каком смысле? Вы знаете, прелесть тоже по-разному может определяться. Одно дело, прелесть, когда человек уже возменил о себе настолько, что до чего он хорош. Да, это уже прям явно и бывает беда. А бывает та прелесть, о которой он пишет, преподобный Семен Новый Богослов, что все мы находимся в жестокой прелести. Вы знаете, как это ранит. А особенно ранит человека, который считает, что все-таки он-то не фунт изюма. Он воцерковлен. Он даже знает, что нельзя свечку передавать через левое плечо. Как этих... Вы знаете, как ранит этих людей? Ой, Боже мой! Как это я нахожусь в жестокой прелести? Ты сам в жестокой прелести. Семен Новый Богослов сказал. Вы знаете, настолько серьёзную тему затронул. Такой серьёзный вопрос поднял, что мы находимся все в жестокой прелести. И в чём суть её? В том, что я не вижу, что я в прелести. И он прямо так и говорит первым признаком того, что я нахожусь в прелести. То есть, что значит прелести? Ну, льщу себе. Ну, думаю я о себе всё-таки. Ну, есть у меня грешки так. Ну, у кого их нет? А в общем-то, я чувствую. Смотри, не как-нибудь. А я чувствую, что я хороший человек-то. Я хороший. Ну, кое-что есть, конечно. Да понятно, случается. А так я знаю, чувствую, что я хороший человек. И поэтому не вздумайте сказать мне, что я плохой. Вы тогда сразу узнаете, какой я хороший. Вот, оказывается, о чём говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Ещё раз повторяю. Это серьёзнейшее явление нашего духовного состояния. Мы все, значит, в чём же находимся, если даже не видим, не видим того, что я нахожусь в прелести. То есть, ощущаю, что, ну, я неплохой, в общем-то. Ничего. Для Царства Божия я готов. Вот беда. Вот это он называет прелестью. Прелестью, то есть самообманом. А в чём беда этого самообмана? Ну, конечно же, всем понятно. Ну, представьте себе, я здоров, а мне там какой-то врач подходит и говорит, вам надо в больницу. Вы больны. Я говорю, я болен? Может, вы больны? Мне там делать нечего. Так и здесь то же самое в духовном плане. До тех пор, пока человек не увидит, что его действительно не тронь. Что он как ёжик. Знаете, ёжик хороший какой. Так и хочется погладить. Попробуйте. Попробуйте погладить. Тут же все колючки вам в руку. Так и я такой же. Хороший. Пока меня не тронули. Вы знаете, настолько это критерий сильный, чтобы я мог действительно увидеть, кто же я. Я не могу не осуждать. Не могу не осуждать. Ну, как не осудить, когда она такая... Бог знает, что творит. Я не могу злиться. Почему? Ей нужно то, а она делает наоборот. Я не могу не тщеславиться. А как вы знаете, что я тщеславный или нет? Ну, когда хвалят, ну, приятно. Когда ругают, я просто весь негодую. Он хуже меня и ничего. А меня что? Вы понимаете, какая интересная вещь, оказывается. Я не могу ничего не осуждать, не могу не гневаться, не могу не тщеславиться, не могу не обижаться, не могу не объедаться, не могу не завидовать. А что ж ты можешь, голубчик? А что ж ты можешь? Вычитать молитвы? Ой! Говорят, что и попугаю можно научить. Вычитать или помолиться? Ещё один важнейший вопрос, касающийся, увы, нашей духовной жизни и говорящий о том, что правду сказал преподобный Симеон, что мы все находимся в жестокой прелести, непрерывно читаем молитвы. А где наше внимание? А где наш ум? А где наша душа в это время? Приходится часто говорить, начал Отче наш, Отче наш, и же еси на, и уже на Соломоновых островах. Молитва! Замечательно! Какой молитв? Знаете, сколько молитв читаю? Ой, и Псалтир читаю. И на службы хожу. А ты молишься или нет? И это мы, представьте себе, называем молитвой. Какой самообман происходит? Нет молитвы, говорят, там, где нет внимания. Нет молитвы, там, где нет покаяния. Нет её. А мы, слава тебе, Господи, молитвку сделали. Опять прелесть! Опять ищу себе! Сам не молюсь, а думаю, что я молюсь. Сколько я молюсь, пока литургия пройдёт? Посчитать бы, был бы такой приборчик бы. Сколько секунд, я действительно молюсь, Господи, прости меня за мою зависть. Да вообще, о страстях трудно и молиться. Тот, когда заболит печёнка или селезёнка, ой, тут со слезами буду, помоги, Господи. И к чудотворной иконе, и к мощам, и, я не знаю, и буду читать молитву, соответствующую, искать, какому святому. Надо же тоже... Вот, кстати, вы церковлённые должны знать, какому святому, какую молитву, читать от какой болезни. Если вы не знаете, ну, что-то с вами и говорите. Говорят так. Человек, который не молится, он просто неверующий. Потому что, если я действительно ощущаю, что я грешный, а что такое грешный? Грешный, то есть меня мучает. Неприязнь кому-нибудь мучает. Вот и всё. И прочие страсти, о которых мы говорили. То как же можно не молиться, когда сам я не могу справиться? Кажется, я решил. Кажется, я согласен с тем, что меня окрестили в детстве, когда я хотя совсем не помню. Когда я никаких обетов не давал. Ну, за меня кто-то там дал. Пусть отвечают. Но я согласен всё-таки. Ты согласен это принять? Те, кто за тебя прочитал эти обеты, обещания Богу, доброй совести, или нет? Согласен. Если согласен, согласен, тогда как же я должен молиться Богу-то, если я действительно грешный человек? Святитель Игнатий Валерий Чининов говорит, молитва без внимания – это пустое празднословие, оскорбительное для Бога. Оскорбительное для Бога. И самое ужасное в чём состоит? Оказывается, можно привыкнуть употреблю слово молиться, хотя на самом деле это не молитва, привыкнуть без внимания совершать всё это. И это самая страшная беда. Одно дело, когда действительно я чувствую, что я не могу сохранить внимание, раз – и улетел. Вернуть. Опять улетел. Опять вернуть. И вся суть, всё научение в молитве в чём состоит? В том, чтобы непрерывно возвращать своё внимание, понуждать себя к этому, ибо Царство Божие нудится, понуждать себя к этому. Тот, кто принимает уже такое пустословие, называемое молитвой, за норму – всё. Тот никогда, во веки веков, никогда не научится молиться, и, следовательно, всё его христианство, всё христианство будет некой пустышкой. Что прок от формы? Неважно, какая. Само богослужение может превратиться во что? В обряд, в церемонию. Как один такой неверующий человек говорит, что у вас творится там? Я говорю, что такое? Что у вас как артисты там ходят, разнаряженные какие-то, там вокруг бегают, вокруг них, чего-то кодят там друг к другу. А потом, говорит, я однажды был, смотрю, да, выходит очень разнаряженный, главный какой-то, главный, а выходит, вокруг него поменьше разнаряженные. И они, давай ему, говорит, такие хвалебные оды петь. Говорит, у нас никогда такого не бывает. Ну, скажет, ну, спасибо, всё, а у вас-то что? И он и такой, он и сякой, и он эдакий. То есть, я говорю, кто это? Как это такое у вас? Что у вас так положено, да? Я почесал затылок, да, говорю, да нет, у нас, у нас говорят, что лесть, тщеславие, это тяжёлые грехи. Да избавит Бог от лести, от тщеславия, я говорю, как наши, говорят, руководители, опытные, говорят, это та страсть, которая уничтожает всё доброе, что есть в человеке. всё доброе, что есть в человеке, уничтожает страсть тщеславия. Об этой страсти как хорошо сказал святитель Феофан Затворник. Сам дрянь-дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Вон эти мирские. Ух! Ух! Правда? И не то, что я. Но ещё бы, сравните. Ну, что вы! Вот беда-то. Я всё объясняю, почему преподобный Семён Новый Богослов, я начитался, поэтому я объясняю то, что я прочитал только. Да, почему он, я никак не мог понять, как мы находимся все в жестокой прелести. Я говорю, какая прелесть! Какая прелесть! А оказывается, вот оно что! Ещё один момент. Я вижу себя лучше, чем очень многие. Иду, и бомжи сидят. Бутылочка, колбаса, обнимаются, весёленькие. Ох! Эти негодники! Я-то какой хороший! И они какие? Кто пред Богом вышел? Кто пред Богом вышел? Чей дар оказался самым великим? Вдовица! Она и отдала-то всего ничего! Две копейки! А Христос сказал, больше, чем эти богатые вклады. Ведь речь-то идёт не только о деньгах. Идёт о другом совсем. И это гораздо более важное. Более важное. Так и мы тоже часто это смотрим. Живут там те люди. Что они? В чём они вращаются? Как они говорят? Что они делают только? Боже мой! Ужас! А я-то слава тебе, Господи! Вот оно, оказывается, ещё одна прелесть. Когда я себя вижу лучше других. И если я себя вижу лучше, чем хотя бы по сравнению с одним человеком, это всё уже показатель, кто я есть. Почему? Мы не знаем состояние другого человека. Мы не знаем, в какой среде он воспитывался. Кому бы пришло в голову, вот подумайте только, кому бы, когда могло прийти в голову такое, такое, бандит, убийца, у которого руки по локоть в крови, первой войдёт в Царствие Божие. Мне бы никогда в голову это не пришло. Ни за что. Никогда. Оказывается, оценки Божьи и наши человеческие – это два совершенно разных мира. Мы оцениваем по внешним делам, по внешним словам, по внешнему поведению, осуждаем непрерывно всех и вся, направо и налево, бессовестно осуждаем. Почему бессовестно? Потому что Бог только может судить. А разве мы можем? Мы что, видим душу человека? Свою не видим, а уже говорим о других людях. да, весь род человеческий находится в жестокой прелести. О другой прелести и говорить-то нечего. Ну, это мы читали, конечно, читали в потеряках, читали в житиях, когда какой-то подвижник, который не ест, не пьет, не спит, и, наконец, возмнил о себе, у него видения там начинаются и прочее. Это уже прелесть, такая, я бы сказал, уровня специфического. Но это-то что? Это, это, так сказать, ну, более-менее понятно. Это понятно. Она явна бывает, когда берется человек предсказывать, когда делает вид, что чуть ли он прозорливый и так далее. Тогда мы все начинаем что-то такое неладное. А вот эта прелесть, о которой мы говорили, вот это самое серьезное. Почему? А я ее не вижу в себе. Самый страшный враг какой? Конечно, которого мы не видим. Конечно, видимый? О! С чем мы можем предпринимать что-то делать? Чтобы избавиться? Когда нападает там враг, мы делаем все возможное, вооружаемся, мобилизуем армию. А когда вдруг ничего не видим, тогда беда. И вот преподобный Семен Новый Богослов, он очень хорошо в своих словах, и вот такие проповеди его слова, как он много об этом пишет, и как прекрасно это объясняет. Вот, оказывается, в чём мы находимся. И это, оказывается, самая главная беда нашего христианского – о них христианском я и говорить не хочу, там всё это норма – христианского мира. Мы всё-таки получше, чем прочие человечества. христианского оно, самая страшная беда. Вот об этом пишут святые отцы, их читаешь, и, вы знаете, даже открывается что-то, что и в голову никогда не приходило. Действительно, я помню, когда вот читаешь, как весь мир в прелести, в жестокое, ничего не понятно. Конечно, было понятно, когда какой-то подвижник, аскет, впадает, прелесть с ним начинается, бог знает что, а здесь-то, причём мы-то, мы-то в какой прелести, а оказывается, она очевидна. Ничего мы не видим даже, что мы ничего не можем сделать, и, тем не менее, ощущаем себя очень неплохими. А, кстати, а что является действительно критерием или, ну, мерилом, что ли, или хотите, что, возможно, возможной правильной оценкой, ну, в каком состоянии должен находиться, ну, чтобы, по крайней мере, понимать, что всё-таки я, ну, что я правильно смотрю, верно вижу путь, делаю, не делаю, вопрос другой, но верно или неверно, как узнать? Каким образом можно это узнать? И вот, действительно, правда же, интересно узнать, на какой ступень, на каком небе я нахожусь? Апостол Павел III был восхищён, а я на каком? Это же, правда же, интересно. Может, мы уже на седьмом? Что же является критерием верного духовного состояния человека? Человека какого? От нашего какого? Находящийся в прелести. Так, какой же верный? Верный не в том смысле, что уже чистый, святой. Да, в этом речи не может быть. А верно ли оцениваю себя? А верно ли оцениваю других людей? Вообще, верное или неверное состояние? Вы знаете, преподобный Пётр Дамаскин, это восьмой век, написал, знаете, удивительные слова. Он сказал следующее. Ну, я объясню. Вот он, какую высказал мысль. Ну, приведу точно его слова. Хорошо. Первым признаком, первым, то есть начальным, ещё когда только мы начинаем духовную жизнь, первым признаком начинающегося здравия души, угадайте, что является. Вот загадка. Первым признаком начинающегося здравия души, что является, да, является, оказывается, видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Странно, откуда у меня столько? У меня столько и нет грехов-то. Первым признаком, слышите, первым, раз, начинающегося, опять два, здравия души, то есть начало верного пути. Чем характеризуется-то? Первым признаком, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Пока человек этого не имеет, ему даже вообще непонятно, ну, как это можно бесчисленных, как песок морской? Ну, откуда это? Откуда может такое высыпаться, этот песок? Ну, если так задуматься, то, конечно, поймёшь. И первое, может быть, главное – это категория, которая охватывает, можно сказать, всю нашу жизнь. В чём заключается? Что, оказывается, ой, больное прям, ну, очень больное место. Оказывается, сначала это надо понять теоретически, чтобы потом, чтобы вникнув в это и понять суть дела. Оказывается, по существу, то есть по сути, ничего доброго я не делаю. О-о-о! Я ничего доброго не делаю. Вспоминаю один эпизод из жизни. только что 21 октября канонизированной игумени Арсения Сибрякова. Это усть Медведевского монастыря. Она скончалась в 1903 году. Вспоминаю один эпизод. Кстати, замечательный, действительно. Подвижница, умница. Это, ну, это действительно духовный человек. Читаешь её письма, просто удивляешься даже. И вот сообщает она однажды. Она говорит своим сёстрам, вот, матушка Магдалина, скажет вам сейчас, она говорит своим сёстрам, вы, когда же вы начнёте быть христианами, вы ничего не делаете. Вы пустое место. Ой, сколько было возмущения. Это мы, матушка, ничего не делаем. Все послушания исполняем. Все молитвки вычитываем. Чёточки у нас сверкают так, что только держись. Все богослужения. Проходим исповедь. Причащаемся. Это мы-то ничего не делаем. И вдруг она такие вещи говорит, что вы пустота одна, одна внешность. А где же духовное ваше дело, Нита? Вообще, сказал, страшное. Страшное дело. Прям чуть ли, я не знаю, это прям оскорбление. И она приводит и говорит, вспомните одного из величайших отцов древности, которого называли за величие его духовной жизни и святости земным богом. Кто это такой? Преподобный Макарий Великий. Говорит, ну, прочтите его хоть утреннюю молитву-то внимательно. Боже, очисти мя грешного, як у Николиже, Николиже, что такое? Никогда же сотворих благое пред тобою. Это он так молится. Он Николиже, никогда же сотворил благое пред Богом. Это что такое? Лицемерие? Смиренничнее? Да избавит Бог, так подумать даже. Как он видел себя. видел действительно, что мы ни одно мгновение не живём так, чтобы это вполне соответствовало Богу, то есть свято. Да ни одной минуты нет, чтобы мы действительно свято жили. Всё не так. Даже то доброе, что мы делаем, всё отравлено ядом. Или подхалимство, или тщеславие, или расчёта, или человеку угодия, чьи угодные, или потому, что просто уж так и... Но кто ради Бога что делает? Да и ради Бога сделает и тут же тщеславие этот яд в эту даже не бочку мёда, а кофейную чашечку маленькую. Да. Мёду бочка яда, дёгтя. Николи же сотвори благое пред тобою. Вот это да! Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. И это что, достояние Макария Великого? Ну, что вы! Что вы! Посмотрите, что они один за другим пишут! Пимен Великий обращается к своим собратьям и говорит, поверьте, братья, прям как покаяние произносит, поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда ввержен будет сатана. Великий так себя чувствовал. Мы к чему подходим? Обратите внимание, где оно, оказывается, христианство-то проявляется удивительнейшим образом. Асисой Великий, помните, как умирал? Как лицо его просветилось, как солнце, на него невозможно было смотреть. И он что-то молится. Как написано, к нему приступили ангелы, собравшиеся отцы его говорят, Сисой, что? Я молю Бога, ангелов молю, чтобы они спросили у Бога, ещё мне время на покаяние. Это что такое? Эти даже отцы не выдержали и сказали, Сисой, тебе лекается но действительно не выдержали. Невозможно на лицо было смотреть от этого сияния. Ответ Сисоя умирающего – поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Вот где уже прелести не было. вот прелести уже не было. Потрясающая глубина смирения, потрясающее видение себя, в каком повреждении мы все находимся. Мы даже и не видим, а они видели по мере очищения своей души от этой всякой грязи, от этого мусора, грязи и мусора, в котором захламлены наши души, открывается человеку подлинное состояние, в каком падении мы находимся. Не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. вы слышите, какая красота-то открывается души человеческой. Что такое истинное смирение? Истинное, а не смирение чине. Вот оно, где святость, вот где сияние образа Божия, вот где действительно видение и видение Бога, вот оно, где, вот он критерий, по которому все христиане должны оценивать себя, обязательно оценивать, кто я, ясно, кто я, ясно, кто я, меня не тронь, иначе пойдёт, простите меня, мой. Вот кто я. И после этого ещё я нос задираю. Я не такой, как прочие человече. Это я-то, который нахожу в церковной среде, в церковной среде. Атмосфера-то какая. Непрерывные, кажется, напоминания, чтобы обращаться к Богу. Непрерывно только об этом разговоры. Всё. И кто я? Да. Очень хороший пример распутя река, когда две девочки-сиротки остались. Их взяли в женские монастыри. Два разных монастыря. Вы этой истории прекрасно помните, конечно. И потом, ну, естественно, они пожили в монастыре, и потом их кончина. и было открыто. Начали молиться. Ну, знали, это недалеко монастыри. Естественно, когда умирают, молятся Господи, где они? Спаси их и помилуй. И было открыто. Открыто было нечто странное и удивительное на первый взгляд. Но одна попала в монастырь, а другая девочка в публичный дом, извините, я ошибся, сказал, в публичный дом попала. И что было открыто? Девочка из этого дома в рай попала, а девочка из монастыря прямо в преисподнюю. Вы смотрите, какое назидание потрясающее! Назидание какого рода, что не внешний образ жизни. Даже не сама внешняя среда спасает человека, а что же спасает? И было открыто. Эта, которая находилась в публичном доме, она всю жизнь страдала и плакала. Какая я гадкая! Какая я гадкая! Господи, помилуй меня! Мне и спасения-то никакого не будет! А здесь было слава тебе, Господи! Я всё-таки не такая, как прочие, и как это. в этом доме там всё гибель. Нет выше смирения и нет ниже самомнения. вот два полюса, перед которыми стоит каждый христианин, независим, в каком он находится положении, состоянии и так далее. Вот два полюса. Как важно это помнить и знать. Я вам говорю, видите, вот прочитаешь такое святых отцов, совсем меняется картина даже, а у христианства это. Вот, оказывается, что такое христианство-то, оказывается, а не просто торжественные богослужения, торжественные шести, так сказать, торжественные, там, ну, я не буду перечислять, да, оказывается, всё это, всё это для каждого своё просто. Кому что? Как и мирской жизни. Один царь, другой нищий, но кто выше, никак не знаем. Никак. Как царь и нищий, помните, на панихиде все. Вот как, вот где, оказывается, критерий, критерий, по которому действительно мы можем хоть немножко оценивать своё состояние. Если я вижу, что во мне живёт вот этот вот негодяй, тщеславие, всё ясно, кто я. Всё. Ясно. Ведь вы знаете, что такое осуждение другого человека? Знаете, что оно означает? Я бы такого никогда не сделал. Слышите, до чего я хорош? А она сделала. Насколько я лучше-то? Хм. Фрушка, лукавая, лицемерка. А я-то нет, слава тебе, Господи. И тут же, и тут же в грязную лужу бряк по уши. Да. Вот такие вещи, когда, вы знаете, читаешь, то, конечно, просто изумляешься, насколько иная картина открывается в понимании христианства. Уже давно святые отцы говорили, что духоносных наставников нет. В XIX веке такие наставники, как преподобный Серафим Саровский, Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, потом Оптинский, тоже старцы, ещё были, были те, о ком в арсенофии Оптинский, сказал, уже никого не стало, догорают последние агарочки. Действительно, это были прям последние действительно агарочки. Так вот, сейчас наша ситуация такова, найти действительно такого душевидящего человека не только нельзя, а это просто их нет. Зачем себя обманывать? Но мы не брошены промыслом Божьим, удивительным, я вам скажу, удивительным промыслом Божьим вдруг во время такого всеобщего оскудения духоносных наставников так и вдруг даётся свобода церкви и начинают печатать святых отцов. Боже мой! Вспомним нашу старину. Что такое было печатное слово? Ой, за него хватались! Что вы! Написанное слово! Это же просто, это же какая красота! Сейчас, пожалуйста, мы можем руководствоваться святыми отцами. И, может быть, один из самых таких глубоких, действительно глубоких, наиболее этих наставников, которые оставили свои творения, это, конечно, святитель Игнатий Бринчанинов. Это потрясающий просто ум. Кстати, о нём Макарий Оптинский так и говорил. Это великий ум. Потому что он был, Игнатий, и там, в Оптиной же был. А в Арсенофии Оптинский о нём интересно писал. Говорит своему ученику Никону Беляеву, говорит, а ты знаешь, как умирал святитель Игнатий-то? Никон говорит, нет, не знаю, батюшка. Когда он, когда его хоронили, то ангелы Божии пели «Дари носимо чинми». И назвал его в Арсенофии Оптинске Игнатий-Бринчинова «Ангельский ум». Вы представляете, какие, как, как, Никон Беляев, ученик в Арсенофии, в Арсенофии, так тот даже в тюрьму, когда его посадили, уже советская власть наступила, так тот просил передать ему пятый том Игнатия Бринчининова, который, как вы знаете, называется «Приношение современному монашеству». Пятый том. Там делал он даже пометки на этом томе, это в тюрьме, значит, еще можно было как-то, да. Эти пометки, кстати, остались, эти остались, они, я разговаривал, и мне давал их отец Алипий из Данилу монастыря. У них это сохранилось, да. Как он отзывался о святителе Феофане, тогда еще епископе, еще он не был канонизирован, естественно, да. Как он отзывался, он с таким, вот передавал эти слова в Арсенофии Оптинского, что это ангельский ум, и говорил о нем, насколько глубок он. Это удивительно, как глубоко понимал он душу человеческую, и дальше любопытно довольно, просто любопытно скажу вам, прибавлял. Он гораздо глубже, епископ Феофан смотрел на эти вещи. Это верно, это, конечно, верно. То же самое почти фразу, не зная этого, повторял игумен Никон Воробьёв. Он говорил так, творение епископа Феофана это как бы писание ученика, а святитель Игнатия это как творение профессора. Вот даже такое сравнение дал. Тот же игумен Никон говорил, лучшего наставника для нашего времени, чем творение святителя Игнатия, нет. Это действительно руководство. последний старец, ну, все о нём слышали, Псково-Печерский и архимандрит Иоанн, да, так он такой горячий человек, вы, наверное, может быть, когда видели его, может быть, какие ролики у вас есть, да, Крестьянкин, отец архимандрит Иоанн, так он, держитесь Игнатия Бринчанинова, держитесь, и он вам всё, он вас спасёт, читайте его, он с такой с горячкой, даже, с такой говорил, да, а уж Игумне Арсении, который, я сказал, что только что её канонизировали, вот, буквально неделю тому назад, да, причислили к лику местночтимых Волгоградской митрополии, да, так она говорит, я читаю его творения, творения, как творения древних великих отцов. Вообще, я вам скажу, это интересно знать, ни о ком из писателей, духовных писателей девятнадцатого века, и не только девятнадцатого, но и прежний, ни о ком не было столько потрясающих, хвалебных слов со стороны, опять-таки, святых и духовных людей, как у святителей Игнатия Бринчанинами. Это поразительно. Макарий Оптинский, великий ум. Марсенофий Оптинский, ангельский ум. Никон Беляев, это прям святой, великий человек. Игумен Арсения, я читаю, как древних отцов. Иоанн Валаамский, кстати, я не знаю, у вас слышали, замечательные письма его, Иоанн Валаамска, он тоже вспоминает, о, я помню, еще в послушником будучи, я уже его читал, так, и говорит, это же какой наставник, Игумен Никон Воробьев, нет лучшего для нашего времени руководителя, Иоанн Крестьянкин, подумайте, подумайте, сколько, найдите, попробуйте о ком-нибудь еще. Один прям за другим, независимо друг от друга, вот что удивительно. Так восторгаются его глубиною, глубиною, его наставлений, понимания духовной жизни, просто откровения христианства современному человеку. Конечно, Игнатий Воричинов жил в 19 веке, сейчас уж сколько времени прошло, но его творение, это действительно, я вам скажу, это ценность неприходящая. кстати, помню, в Греции даже мне подарили томик, оказывается, переведен на греческий язык, свидетель Игнатия, да, ну, не только на греческий, да. Я к чему это говорю? невозможно вести более или менее правильную христианскую жизнь, не читая таких, таких отцов. Тот, кто не читает, тот своего рода сидит в своём болоте. ни струйки чистой новой воды, а болотца способна загнивать. И это загнивание, как мы уже сегодня и говорили, в чём в частности проявляется? Вот, в том, что мы даже не видим своего прелестного состояния, как важно читать. Ну, вот, очень хороши, я бы сказал, письма Игумна Никона Воробьёва. Я всё время вот говорю об этом, так же, как и письма Иоанна Валаамского тоже, они изложены уже современным языком. Язык Игнатия Бринчанинова, знаете, у него такой, ну, я бы сказал, поэтический, что ли, склад. У него даже язык чуть ли не XVIII даже века, а не XIX. И к тому, чтобы его читать, надо привыкнуть немножко. А вот эти письма уже Иоанна Валаамского, Игумна Никона Воробьёва написал современным языком. И до чего же там ясно, ясно, отчётливо, просто, понятно, да, изложены основные, основные понятия духовной жизни. Как они всем нам нужны? Без чтения закиснем. Это точно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ